МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск. Каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Вера Мещерякова. Смотрите сегодня в программе. Антивирусный рубеж. Если температура повышена, то к делу подключаются медики. Человека изолируют. И дальше все будет зависеть от того, что у него обнаружено. Но стоит отметить, что инкубационный период коронавируса от 1 до 14 дней. И все это время человек опасен. Ульяновск выстраивает свои рубежи обороны против коронавируса. 872 дня в окружении. Хлеба по кусочку бабушек родили. Дедушке мне, себе посыпем солью. Вот, значит, съесть привилятку. Соль берем в рот, а на хлебушек посматриваем. 76 лет назад советские войска сняли блокаду Ленинграда. Сила ТОСа. На сегодняшний день мы в центре села, мы знаем, что делается не только школа, но и вся общественность. И активно участвуют и ученики, и родители. То есть совместная работа. Общественное благоустройство в действии. 2744 заразившихся. 80 с летальным исходом. Таковы последние данные. Сводки обновляются не по дням, а по часам. Эпидемия нового коронавируса свирепствует в Китае, затронув и другие государства. Единичные случаи заражения отмечены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Франции, Австралии, Малайзии и не только. Были подозрения на заболевших в нашей стране. Диагноз, к счастью, не подтвердился. Министерство туризма и Роспотребнадзор настоятельно рекомендует отказаться от поездок в КНР. Готов ли Ульяновск отразить вирусную атаку и какое орудие в наличии, выясняла Татьяна Домоданова. Узнать, что такое СССР. Пройти путем Ленина. Красный маршрут. Ульяновск, Казань, Санкт-Петербург, Москва. Туристические точки, позволяющие отследить жизненный путь вождя мирового пролетариата. Красный маршрут рожден в нашем регионе и неизменно популярен как среди европейцев, так и представителей азиатского сегмента. За прошлые 2019-е родину Ильича посетило не менее 2000 китайских туристов. В начале 2020-го смертельно опасный коронавирус связи временно блокировал по рекомендации Федерального профильного министерства и Роспотребнадзора. Воздержаться от поездок жителей Ульяновской области в КНР до момента нормализации психологической обстановки в стране. Второе, это уже для тех туристов, которые непосредственно находятся на территории КНР, не покидать гостиницы, не покидать места отдыха, где они сейчас находятся. Если путевка в Китай уже куплена, договор можно расторгнуть, вернув потраченную сумму полностью, заверяют специалисты. Стран, граничащих с КНР, это не касается. Впрочем, ограничительные меры носят рекомендательный характер. Лететь можно, а по прилету встретят и осмотрят. Ульяновск попал в российский топ-10 городов, где санитарно-карантинный надзор усилят. Парадокс, но куда более летающих Казани и Самары в списке нет. Почему Ульяновск вошел в десятку? Потому что те города, которые имеют прямые контакты с КНР по воздушным суднам, воздушным рейсам, и к ним попал город Новосибирск. И как-никак Ульяновск связан с Новосибирскими рейсами, которые прилетают в город Ульяновск, это четверг, воскресенье. Видели сюжеты в Китае. Там на борту каждому пассажиру подносят или на лоб наставляется, или за ухом. Вот здесь замочкой ухом. Вот, включается и мерится температура. Подобное ждет и пассажиров международных рейсов, прилетающих в Ульяновск, а также тех, кто прибудет из Новосибирска. Один из сотрудников Роспотребнадзора побывает на борту и соберет информацию о самочувствии граждан. Но есть и второй этап контроля с помощью тепловизоров мобильного и стационарного, непосредственно в помещении аэропорта. Вот это пиковая точка, и здесь происходит автоматический замер температуры любого человека, который оказался в потоке. И если температура повышена, то к делу подключаются медики, человека изолируют. Ну и дальше все будет зависеть от того, что, собственно, у него обнаружено. Но стоит отметить, что инкубационный период коронавируса от 1 до 14 дней. И все это время человек опасен. Изолятор для потенциально больного и лиц контактных в соседнем здании. Единственное возможное место госпитализации – инфекционное отделение Центральной городской больницы. Симптомы коронавируса известны. Повышенная температура, слабость, кашель и насморк. Режет тошнота и диарея. При наличии таковых – бегом к врачу. Не поддаваться панике, облачившись при этом в наряд бдительности – лозунг смутно-вирусного времени. Татьяна Дмоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. 76 лет назад советские войска сняли блокаду Ленинграда. Городу на Неве, оказавшемуся во враждебном кольце, досталось и мины снарядов. Но больше всего изматывали и убивали не они, а голод и холод. История про 125 граммов хлеба сегодня звучит как фантастика. Но такова была горькая реальность защитников города, превратившегося в крепость. Крепость духа и воли. Почтить память всех, кто прошел и тех, кто остался в том страшном Ленинграде начала 40-х, собрались 27 января жители Ульяновской области. Ленинградские истории начала 40-х навевают ужас. Нестерпимый голод, страшный холод и враг у ворот. Жизнь под градом снарядов. Жизнь, вопреки усилиям немцев и их союзников, смести город с лица земли. 872 дня в окружении, 872 дня борьбы со смертью. Война, мы знаем, что это такое. Это смерть, это страх. Это все такое, что чуждо человеку. И, конечно же, сегодня наши бабушки и дедушки, которые остались живы, мы сегодня чествуем их. И хотим, чтобы молодое поколение видело, как относятся власти и общество к своим защитникам Ленинграда. 76-я годовщина деблокады Ленинграда выпала на 75-ю годовщину Великой Победы. Год, в который о той войне будут говорить много. Часто пафосно. Военные фильмы войдут в тренд, военная техника в парках привлечет внимание детворы, военные истории о славных победах на время заслонят другие важные темы. И, наверное, отчасти это правильно. Не стоит забывать страницы своей истории, тем более такие сложные и трагические. Та неблагодарность, которую сегодня мы порой слышим из уст наших сотоварищей за рубежа, она только удивляет. Почему? Потому что советская армия, которая прошла от Волги, закончила Берлином. Я считаю, что это героический путь. С другой стороны, на одних разговорах о войне далеко не уйти. Быть может, начать говорить о людях? Отгремел воинский салют, отыграл оркестр, к вечному огню возложены цветы. Важные министры, главы районов, муниципалитетов разъехались по своим важным делам. А она осталась. Пришла, несмотря на то, что на улице было прохладно и ветрено. Говорит, не холоднее, чем тогда. Начиная с мая, уже с 20-го, мне снятся воспоминания. Возможно, мне кажется, что это действительно. Я помню, что у матери были сухие яблочки. И мы всегда у нее искали найти их. И воровали у нее. Она потом обнаружила, что там уже мало. И она говорит, какие вы воришки. У четырехлетней Тамары и ее шестилетнего брата пропала кошка. Куда? Узнали только после эвакуации. Все изменилось в один миг, и навсегда врезалась в память. Все забегали, закричали, заплакали. Блокада. Помнит, как советские солдаты прорвали кольцо. И понемногу сперва те семьи, где есть дети, стали вывозить другие регионы страны. В Омске, уже далеко от Невских берегов, Тамара Зеленова узнала о победе. Но это совсем другая история. В продолжении темы. За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками город Ленинград получил почетное звание «Город-герой». Геройского звания заслуживает каждый житель города на Неве. Каждый, кто сквозь боль, потерь и лишение военного времени пронес в себе любовь к родной земле. Екатерина Терещенкова встретилась с той, кто пережил эти страшные события. Июнь 41-го. Ленинград. 12-летняя Люба из окна трамвая видит, как толпы людей выбегают на улицу и собираются у громкоговорителей. Война. Родители девочки умерли рано. Воспитывали Любу бабушка и дедушка. В первое время мы все выходили на улицу, все жители смотрели, как идут войны на улице. Зенитники как стреляют, как самолеты улетят. А потом уже я не стала выходить на улицу, даже дочери. Только встану и спрашиваю, сколько было раз тревога. Ну раз пять, шесть. Ленинград должен быть стерт с земли, а люди погибнут от холода и голода. 8 сентября 41-го началась блокада. В осажденном городе оставались 2,5 миллиона жителей, 400 тысяч из которых дети. Школу скоро закрыли, организовав на ее месте госпиталь. Продовольственных запасов было мало. Пришлось использовать пищевые суррогаты. Соя, костяная мука, белковые дрожжи, альбумин. Напиток, который нас спас. Это, Любовь Федоровна, о заваренных еловых ветках, что подвозили каждое утро к домам. Видимо, добавляли сразу сахарин. Не сахар, а сахарин. Он был чуть-чуть сладкий. И вот эти бабушка утром встает, вместо того, чтобы за молоком идти, она ходила за этим напитком. Давали ей целое ведро. А еще был хлеб. 125 граммов. Плотный, мокрый, тяжелый. Из солода, опилок, жмыха, отрубей, целлюлозы. Хлеба по кусочку бабушек родили, дедушке, мне, себе. Посыпем солью, потому что, значит, есть пригрядку. Соль кусаем, берем в рот, на хлебочек посматриваем. Холод, голод и много слез. Печь в доме не топили, только плиту, чтобы приготовить похлебку. Здесь Люба и спала. Лишь раз за всю блокаду в доме было жарко, вспоминает Любовь Федоровна. В тот день бабушка девочки приютила на ночь советских солдат. День данный, он сухой был. Вот как они его засунули в печь. И сожгли печку. Так вот печка горела целый день, целую ночь. Жара была. Вот первый раз я в хаеве согрелась. В 44-м Любовь и бабушку эвакуировали. В Ленинград девушка вернется осенью 45-го. Получит образование учителя младших классов и по распределению уедет в Кандалакшу. Встретит будущего мужа, родит детей. И еще много лет она будет возвращаться в Ленинград, чтобы навестить бабушку. В родной город, что стал символом трагедии, стойкости и героизма. Школы, как в городе, больницы, как в городе, возможности, как в городе. Нивелировать различия между сельской и городской жизнью – задача которой вот уже на протяжении многих лет имеет статус приоритетный. Например, образование. Замены оконных блоков в школах работа не ограничивается. Система подстраивается под динамично развивающуюся реальность. Например, в Чуфаровской средней школе в следующем году будет создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка кипения». Подробнее о развитии села в следующем сюжете. Рабочий поселок Корсун. Детский сад «Белоснежка» открывает двери перед своими воспитанниками. Чистота и комфорт всюду. При этом, как отмечают специалисты, нет предела совершенства. Все, что внутри все инженерные сети, внутри самого здания, нужно приводить в соответствии. Они все уже устарели, все уже дают свою работу. И кроме того, это оборудование и полный ремонт капитальной пищеблога. По программе развития и модернизации образования в Ульяновской области здание ждет масштабный ремонт. На первом этапе усилят и отремонтируют кровлю, каркас, здание и перекрытие. На втором отреставрируют фасад и фундамент, обновят пищеблог и закупят развивающие игрушки. На контроле и безопасность малышей, причем не только в стенах детского сада. В планах создать карту безопасного пути во всех учебных заведениях. Хочу посмотреть, насколько людям и детям удобно идти в детский садик. Освещается, не освещается. Тротуарные дорожки или пешеходные дорожки приведены в порядок. Или, так сказать, там огромное количество ям. В Чуфарово развитие и модернизация добралась до местной спортивной школы. В 2020-2021 годах здесь заменят все оконные блоки. Всего в прошлом году в учебных заведениях Вишкаемского района заменено 237 оконных блоков. На сумму больше 5 миллионов. Местный центр дополнительного образования обзавелся новой кровлей стоимостью 2 миллиона рублей. По словам специалистов, каждое здание требует индивидуального подхода. В этой школе у нас сейчас разыгрывается контракт на замену окон. В этом году миллион 700 тысяч рублей и на следующий год миллион 700 тысяч рублей. И мы полностью закрываем всю эту проблему. Окна будут заменены все до одного. Не только местная школа удостоится ремонта в 2020-м. Тут, как в знаменитом стихотворении «Огни и борто» про ответственного школьника. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Вот у родителей власти региона намерены постоянно контролировать, регулярно реставрировать и строить новые учебные заведения и детские сады. Павел Петриков, Алексей Слипченко, Бахтияр Салтанов, репортер 73. 322 территории ТОС обновят свое лицо. В бюджете 2020-го на органы территориального общественного самоуправления заложено больше 59,5 миллионов рублей. И если городские жители уже распробовали, что такое ТОС, то некоторые населенные пункты области еще относятся к этой аббревиатуре с настороженностью. По словам самих ТОСовцев, их объединения способны в короткие сроки сделать из района собственного проживания райский уголок. Ярким примером является село Луговое. После того, как активисты сорганизовались в ячейку местного самоуправления, село буквально расцвело. О местном ТОС и видимых изменениях как на территории, так и в сознании соседей расскажет Максим Бажанов. Малыми, но верными шагами ТОС Луговой движется к заветной цели – комплексному благоустройству родного села. В короткий срок активисты сумели покорить сердца местных жителей. Организованы народные праздники, отремонтирована школа, сцена, детская площадка и, самое главное, устранена свалка на территории бывших ферм. Как отмечает председатель местного ТОС, это лишь начало, а могли бы и больше, да закон не разрешает. Не можем участвовать в каких-то проектах по той причине, что нашему ТОСу нет еще полугода. Хотелось бы, чтобы, если бы это получилось быстрее, мы бы хотя бы уже сейчас в Дню Победы написали какой-то проект. Ну, а тут вот небольшие пробелы. Пробелы восполнят. Несколько десятков лет назад здесь снесли парк для строительства на его месте детского сада. Только вот время прошло, а ни того, ни другого селяне так и не увидели. Решили взять все в свои руки. Возрождение парка и станет первым крупным проектом новоиспеченного ТОСа. Мы убирали здесь все. Здесь субботник очень большой был. Народ собрался, все здесь разбирали немножечко, но пока не можем ничего еще. Рады любой помощи. Местная школа активистов выручает. Предоставляет помещение для собраний. Директор учебного заведения в этом видит только плюсы. Инициативные ТОСацы своим примером воспитывают молодое поколение. На сегодняшний день мы в центре села, мы знаем, что делается не только школа, но и вся общественность. И активно участвуют и ученики, и родители. То есть совместная работа. Далеко не каждый житель села воспринял образование ТОС по-доброму. Не понимали, зачем нужна такая организация. Прошло время, ТОСацы начали работать и даже самые ярые противники готовы сотрудничать. Даже своего деда я отдала в аренду до 3 недели Деда Морозом. Пусть поработал. Зато ноги не валяли. Сейчас ноги болят. Думаю, может, к маслинице заранее будут готовиться. Пускай плешет. Луговое село, которое сегодня готово изменяться в лучшую сторону, демонстрирует соседям и скептикам силу органов территориального общественного самоуправления. По всем вопросам организации ТОС в своем населенном пункте можно обратиться по номерам телефонов, которые указаны на экране. Максим Бажанов, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Интернет-перепись населения станет доступнее. Электронные переписные листы ульяновцы смогут заполнить на портале госуслуг. Необходимо зайти в раздел «Пройти перепись населения» и приступить к заполнению формы в удобное для вас время. Также в офисах МФЦ установлены стационарные компьютеры, на которых можно внести свои данные для переписи. Есть третий вариант – дождаться переписчиков. Далее коротко о других событиях из жизни города и области. Тихая оттепель вновь сменила снегопадом. Против нее 147 единиц техники и 800 дворников. Сегодня в ночь работало 82 единицы техники. То есть работали во всех направлениях, в том числе, включая третьей, четвертой категории дорог. Работали, вывозили снег. За ночь вывезли более 50 рейсов снега. По вопросам очистки автомобильных дорог ульяновцы могут обращаться в круглосуточно работающую диспетчерскую службу по телефону 35 40 78. Также за ситуацией следит контакт-центр при главе города. Телефон 73 79 11. На ульяновских дорогах поймали пять таксистов-нарушителей. В областной столице прошел профилактический рейд. Дополнительно мы проводим проверку путевых листов, также прохождение предыдущего медосмотра технического контроля транспортного средства и дополнительные атрибутики, такой как карточка водителя, наименование фрагмента на передней панели справа и других обязательных требований. Сейчас в Ульяновской области выдано и действует почти 5000 разрешений на деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси. Проверили общественный транспорт. На этот раз внимание уделили работе маршрутов номер 4, 43, 52, 59, 67, 68 и 96. Сбоев в транспортном обслуживании не выявлено. Однако специалисты отметили отклонение от расписания автобусов номер 28 и 69. Напомним, по вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться в управление дорожного хозяйства по телефону 27 07 45. 58 ульяновских предприятий войдут в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» до 2024 года. Шесть из них начнут работать с Федеральным центром компетенций с 20-го. 13-й нацпроект в 73-м регионе заработает в 2021 году, но подготовка к нему началась. О целях и задачах расскажем далее. Целью национального проекта является обеспечение к 2024 году темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях не менее чем на 5% в год. И, собственно, весь комплекс мероприятий на это и направлен. Цифровизация и оптимизация труда, обучение и переобучение сотрудников, адресная и финансовая помощь – основные направления национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Напомним, программа заработала еще в 2018-м. За два года в нее включили 48 регионов, более 500 предприятий. В 2020-м участником проекта уже стал Ульяновский мясокомбинат. Еще один кандидат – индийский деревообрабатывающий завод. Необходимо, чтобы у предприятия была выручка более 400 миллионов рублей. Также отмечается то, что когда будет предприятие вводить национальный проект, с ними будет заключаться соглашение, что в первый год реализации проекта они должны будут повысить производительность труда на 10%, во второй год на 15%, в третий год на 30%. 73-й регион еще не вошел в 13-й национальный проект, но участниками его станут 6 ульямских предприятий. Формируется региональный центр компетенции, в работу включается центр занятости населения. Мы полностью пересматриваем сейчас подходы вообще к формированию рынка труда. Теперь два полноценных клиента рассматриваются службой занятости. Если раньше это был работник, потенциальный соискатель, потенциальный работник, то теперь такой же потенциальный клиент службы занятости – это, собственно, сам работодатель. Создадут модельный центр занятости. Плюс сейчас на региональном уровне разрабатывается программа для ульяновских предприятий, которые не смогут стать участниками национального проекта. Марина Тимофеева, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Познакомить школьников с IT-сферой. В Ульяновске пройдет первая конференция «Бизнес-IT». Организатор – 11-классник одной из ульяновских школ. Мои коллеги из утренней редакции пообщались с молодым человеком и выяснили подробности. Екатерина Терещенкова продолжит. Это конференция для тех, кто уже в скором времени будет задавать новые тренды на мировом рынке. Так говорит о предстоящем мероприятии его организатор-лицеист Наиль Хасанзянов. «Бизнес-IT» объединит старшеклассников и студентов – всех, кому интересны информационные технологии. Спикеры – основатели ведущих IT-компаний. Конечно, мы смотрим, как это делали уже профессионалы, как это делали стачки. Все-таки 5000 участников они собрали. Это большая цифра. Мы, я думаю, отличаемся от этих мероприятий. В первую очередь тем, что хотим сделать это для более молодежной аудитории. Потому что я был и на Лукэмпе, и на стачке. И в основном там принимают участие как студенты, так и люди уже за 25-30 лет. Мы хотим сделать такое мероприятие все-таки больше для молодого поколения, которое только развивается в этом. Узнать историю успеха и с первых уст получить ответы на свои вопросы, приобрести новые полезные знакомства и найти единомышленников. 1 марта в «Точке кипения» ждут всех, кому интересна IT-сфера. Екатерина Тереченкова, репортер 73. Студент – существо почти мифическое. У него много хвостов, он почти не спит. И все время уповает на помощь высших сил в лице халявы. 25 января все, для кого слова лекции, пары и сессии актуальны, отметили свой почти профессиональный праздник – День студента. У российских студентов два праздника. Один международный отмечается 17 ноября. Второй – 25 января. Татьянин день. Разгульно, весело, традиционно проводили этот день студенты разных эпох. А что сейчас? Наша съемочная группа смешалась со студенческой толпой и посмотрела на праздник изнутри. Рассказываем и показываем. Добрый день, дорогие друзья. Всех с праздником. С Днем российского студенчества. Я думаю, что именно мы с вами должны быть благодарны Елизавете Петровне, известной в истории как Кроткая Елизавет, за то, что она сделала в этот день. Она подписала указ о создании Московского государственного, тогда императорского университета. Из 18-го столетия в день сегодняшний, отдавая дань традиции, мы держа нос по ветру. Подписание указа совпало с Днем чествования раннехристианской мученицы Татьяны Римской. В дореволюционной России ее стали считать покровительницей студентов. Студенты, те, кто сейчас по возрасту относится к студенчеству, и те, кто по духу навсегда остается студентом. С праздником нас всех! За одним праздничным столом и учащиеся, и их преподаватели. Сессия позади, впереди новый семестр. Чем не повод хорошо отметить? Всех сгоняем к нам сюда, слушаем музыку, дарим подарки, пьем традиционный напиток, естественно, морсы и моченые яблоки. С выдумкой творчеством студенты на «ты». Какая бы ни была запара, время всегда найдется. Пусть многие традиции уходят в прошлое, повод заложить свои. Настоящий студент талантлив во всем. Хочешь сессию сдаст на одни пятерки, хочешь споет об этом. И не только об этом. Песенный марафон в «Татьянин день» своим появлением во многом предвосхитил знаменитое шоу талантов на федеральных каналах. Организаторы уверяют, здесь поют даже и те, кто не занимался профессиональным вокалом. Потому что задача марафона – открывать таланты. Любой жанр сольно или в команде можно собственного сочинения. Фестиваль почти 15 лет собирает талантливую молодежь на сцене старейшего вуза. Талант учебе не помеха, уверены и участники, и их наставники, и члены жюри. Играешь на гитаре, расслабляешься, поешь, расслабляешься. Потом идешь в свой замечательный факультет, решаешь задачи, делаешь чертежи, задаешь курсовые. Начинали мы его с Владимиром Александровичем Клаусом в 2006 году. И тогда он мне сказал, вот ты знаешь, такой праздник. Вот его не празднуют сейчас, 25 января, Татьянин день. А раньше его праздновали. В 2006 году мы были первые, кто начал праздновать Татьянин день. Учиться никогда не поздно, даже если до экзамена осталась одна ночь. Известные правила студента. С понедельника снова учеба, снова конспекты, тетради, лекции, читалка. И несмотря на это, беззаботное время. До следующей сессии. Субтитры создавал DimaTorzok Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Субтитры создавал DimaTorzok Мех доступен по сезонным скидкам. Шубная ярмарка работает до 9 февраля. Новый город, торговый центр «Велес», второй этаж, с 9 до 19.00. В завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304173. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова